любите свой город и не забывайте об этом говорить также не забывайте говорить своим окружающим что вы их любите и не забывайте любить себя а вот что нужно для того чтобы себя любить и чтобы хорошо выглядеть для этого у нас есть сегодня еще одна гостья это елена бацура здравствуй или лен мы сегодня с тобой встречаемся в утренней программе обычно это мы делали в твоем салоне сегодня ты у нас в студии вот хотела у тебя узнать скажи пожалуйста что за 10 лет изменилось 10 лет это немало 10 лет это большой рост это новое впечатление это новое развитие это новое веяние нашей моде даже мы без нее правда поэтому идем по ступенечке каждый год мы что-то меняем и что-то добавляем естественно меняемся сами самое главное действительно это любовь когда есть сердце любовь есть надежды и планы то ты стремишься и неважно сколько лет ты идешь к этой цели скажи когда я тебе вот первый раз предложила участвовать в рубрике лифам показывать какие-то новые венья как можно сделать красивую прическу либо как можно украсить свою свой образ вот какие были твои ощущения мы всегда первый раз это ты не как будто бы незнакомая дверь да ты не знаешь как и что тебе всегда интересно ты ставишь задачу это надо это надо потому что меня попросила диана диана у нас очень развитый человек она все хочет показать и все в красивом стиле поэтому пришла и к нам я думаю первый раз это была первая проба которая дала всем остальным всему остальному началу развитию это было немножко страшно но было интересно боязнь камеры тогда присутствовала конечно конечно потому что такая камера это как еще один зритель еще один судья который либо учитель который должен оценить как ты что ты говоришь как ты показываешь как ты преподносишь скажи изменялось ли твои отношения к камере из раза в раз ведь мы все-таки не один раз записывали стволю с тобой рубрику вот как-то потом спокойнее становилось ну конечно мы более привыкали во-первых друг другу во вторых к нашим действиям выстроили планы мы уже знали что говорить как говорить что любой сюжет можем переписать это уже успокаивало и давало надежду что следующее будет еще лучше давай посмотрим каким образом это все выглядело 10 лет назад здравствуйте меня зовут бацура елена я работаю в салоне лаванда парикмахером и сегодня я вам покажу покраску корней и укладку волос на каждый день какой бы длины не были ваши волосы к их укладке нужно подходить творчески немного поэкспериментировав вы обязательно найдете свой вариант прически который непременно войдет в историю мы сейчас с тобой посмотрели фрагмент да он так интересно закончился что любая прическа может войти в историю мы с тобой уже в принципе написали историю тем что выдавали в эфир скажи как тебе удавалось справляться со своими эмоциями что тебе придавало уверенности всегда каждый клиент приносит свое настроение с каждым творчеством ты отдаешь частичку себя естественно у меня позитива очень много у меня любви много я люблю свою работу я люблю то что я делаю и каждый раз это новое время каждый раз хочется чем удивить чем там удовлетворить клиента вот и подарить ему частичку радости скажи сегодня мы с тобой общаемся здесь и в студии боязнь есть страх есть или все уже прошло у меня зиме какая-то что 10 лет спустя это так приятно и так и страшно это просто удивительно откуда и как я помню когда я позвонила тебе и пригласила в программу у тебя просто получился наш вот как фейерверк эмоций как снова опять скажи если ребята которые работают здесь на канале вдруг возобновят и утреннюю программу и захотят к тебе прийти и сказать вот елена давайте мы с вами продолжим рубрику лифом придешь будешь я думаю что после такой наверное такого опыта как у меня был с тобой я думаю что я сумею скажи как-то участие в рубрике отразилось ли на тебе может быть клиенты приходили о а мы вас видели но любое что происходит в моей жизни мои клиенты переживают вместе со мной неважно где бы я училась где бы я была на семинаре выступала конкурс даже эти же выставки на мор вокзале любимые наши а тем более наши наша программа на ю тв в южном один канал такой самый любимый то естественно это всегда подымало настрой и хорошее настроение приносило скажи может быть программа тебя к чему-то потолкнула в жизни в профессиональной сфере ну наверное да ничего не бояться быть уверенной и всегда понимать что невозможного не бывает главное желание цели и видеть результат скажи за 10 лет возможно даже невозможно скорее всего тенденции поменялись вот что на сегодняшний день на сегодняшний день модно то что премьеремлема душе то что человек когда чувствует клиент на чувствовать себя комфортно в этом образе который предлагает мастер это уже модно как долго тебе приходится работать над он новыми образами я предпочитаю сначала общаться задаю вопросы я пьем чай и кофе у нас все это доступно и интересно мы интернет открываем ищем образы мы сопоставляем мы где-то спрашиваем куда как что ты где ты работаешь где ты любишь как что ты любишь одевать то есть вот эта форма общения она и помогает подобрать образ давай разберем мой образ не против конечно когда работала на южненском телевидении ты наверное помнишь ты же знаешь что каждая женщина любит какой-то новый цвет я тогда была рыженькой сейчас я в другом образе скажи какой образ подходил мне больше тот который был или тот который сейчас я думаю что время меняет как и настроение как и внешность так и наше желание в том образе ты была такая в этом образе ты уже более появился другой интересный появилась другая изюминка поэтому если ты себя чувствуешь днем комфортно поверь всегда можно преподнести преподать это замечательно что то ты бы могла поменять когда человек клиент садится в мое кресло я всегда хочу что-то поменять что-то добавить либо преобразить поскольку у нас грядут праздники и плюс сегодняшний выпуск у нас тоже такой праздничный скажи вот чтобы ты посоветовала как можно преобразовать образ как можно себе сделать хорошее настроение при помощи может быть прически может быть какого-то элемента ну самое главное это понимать что вы идете на вечеринку что надо с собой взять это настроение обязательно потом следующее это чистая голова до этого сходить в салон к парикмахеру вот и самое главное это любовь и настроение потому что все что ты любишь все что ты хочешь видеть и если есть у тебя желание то все получится ваш образ он уже есть он уже сотворен богом а вы только его носите и главное правильно преподнести а какой образ можно сделать на новый год тем более что у нас он не загора образ у каждого наверное свои желания и каждый человек видит себя в каком-то образе да кто-то лисичка больше кто-то белочка кто-то зайчик как в детском саду а кто-то принцессы но я думаю что если вдруг у вас не хватает времени на макияж вы можете всегда приобрести какую-то масочку это будет выглядеть вот так отличный совет я думаю что наши телезрители обязательно им постараются воспользоваться конечно и твои пожелания нашим телезрителям хочу пожелать вам в новогодние праздники всегда быть веселыми всегда позитива побольше дарить и получать я думаю что как мы уже начинали эту передачу любовь да самое важное любите всех любите всегда и вас будут любить это однозначно спасибо тебе огромное что ты пришла в нашу утреннюю программу что ты нам показала такой замечательный совет как быть в хорошем настроении создать себе хорошее настроение украсить свой образ а мы с вами еще не прощаемся и сейчас предлагаю вам послушать общение с одним из технических сотрудников которые очень много усилий приложил для того чтобы оформлять утренний эфир она готовила заставки она со мной монтировала причем она могла монтировать и днем и ночью и поздно вечером даже несмотря на то что у нее была семья маленький ребенок сейчас она живет в киеве и работает в киеве и вот нам удалось не пообщаться по skype предлагаю эту беседу вам посмотреть смотри когда пришла на миг у тебя в принципе достаточно было много работы и вот один из проектов которым ты занималась это была утренняя программа два с половиной часа и я тогда помню что ну вот в роли монтажера да ты начинала как монтажер но для меня существенно было то что ты делала оформление проекта вот как тебе давалось это оформление ты же ведь тогда тоже осваивала что-то новое да это было абсолютно новое я по профессии инженер телекоммуникации и компьютер дух двухтысячном году они вообще не у всех были дома но у меня было не современный на котором просто тексты набирались когда пришла на миг ну начала монтировать и просто некому было делать заставки никто их не умел делать практики такой не это сейчас все возможно в интернете раз посмотрел дома раз качался сделал а тогда вот это надо было на ошибках учиться но нам нравилось то что мы делаем это самое главное мы сидели сутками могли сидеть и делать эту заставку чтобы она получилась именно так как мы хотим привлекать знакомых каких-то может кто-то что-то где-то умеет а ну иди сюда ну покажи как это делается и вот делали развивались сами понимали что-то сами ну просто хотелось это делать просто этим жили тогда я вот помню что в принципе это же была программа 3d max вот и это были твои первые шаги в программе 3d max и мне кажется и если я мне память не изменяет ты обкладывалась большой это как книжка огромная книжка просто была огромнейшая сколько там страниц не помнишь ну не знаю даже ну она такая огроменная и ты там листала что-то читала читала да что-то выписывала у меня еще тетрадки были разные листики в тетрадках которые вечно искала да и вот так постепенно постепенно там блестяшки всунула там что-то завертелось у меня ага как делать чтоб она закрутилась почитала сделала конечно на все так коряво я сейчас смотрю так вообще ужасно кому-то показывать стыдно но именно на то время именно ну никто этого не мог сделать то что сами мы вот это придумывали и делали ну это да этим я горжусь хотя заставки сейчас смешно смотреть ну конечно возможности другие сейчас очень много этих возможностей взял залез посмотрел скачал программку бесплатном посидел сделал там посоветовался в чате с кем-то на форумах сейчас это конечно элементарно ну все равно желание нужно иметь в любом случае что это все делать и телевидением надо жить чтобы там работать потому что обычно на телевидении люди не приходят там в 10 утра уходят в 5 вечера а приходят наверное не знаю когда но уходят точно ночью может через сутки пока не сделаешь не уйдешь ну а еще вот помнишь мы когда оставили для того чтобы просчитаться они же маленькие коротенькие буквально там 15 секунд там 20 секунд но это так долго все обрабатывалось слушай я честно говоря сейчас даже поражаюсь как наши машины выдерживали да карты слабенькие однопроцессорные или сколько там не знаю бит не помню как оно все звучит да ну а что делать зато нам нравилось мы это коллектив был хороший можно было сидеть и днем и ночью пока оно просчитывается поболтать чайку чайку попить что ты день рождения отметить ну мы же тогда на ночь ставили да и не факт что утром мы прийдем да да программа эта тяжелая 3d max она конечно каждый элемент должна просчитать и приходишь а компьютер завис елки паузы сначала и так мучили но домучили кстати я еще помню тогда даже очередь к тебе записывалась чтобы с тобой помонтировать я это помню действительно мы там так кто когда как сани идет монтировать я там в такое-то время другой в такое-то время у нас честно говоря за тебя драка была ты такая была молодец ну да сидели с утра и пока все не сделаем я же говорю аня ко мне приходила и ждала пока мама освободится а мама аж когда вечером уходили поздно вечером домой и поскольку вот мы с тобой общаемся в преддверии нового года что бы ты пожелала телезрителям южненского телевидения миг пожелание из киева пожелание из киева телезрителям я вот приезжаю в южный периодически все время он меняет меняется в лучшую сторону мне это так нравится я прямо многие мои знакомые которые киева они уже побывали в южном тоже просто в захвате от этого города я желаю чтобы он дальше развивался чтобы было много гостей в южном чтобы город умел зарабатывать деньги чтобы все там улыбались и понимали что они живут не просто в каком-то городе а в самом лучшем городе одесской области там весь море где солнце где очень хорошо где все свои я люблю этот город а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok